Всем приветики. Я хотел бы показать вам, где в Windows находится системный журнал. Дело в том, что у меня возникла ошибка, в которой сказали, что более подробнее о ней можно узнать в системном журнале. И, собственно, где находится этот самый системный журнал Windows. Мы нажимаем пуск, панель управления, администрирование, просмотр событий. Дальше у вас открывается просмотр событий. И здесь вам показываются все системные уведомления. Вот здесь есть аудит успеха, сведения, предупреждения, ошибка. И мы видим, так как это у нас была ошибка, то нам нужны ошибки. Мы видим, что за 7 дней было 41, за 24 часа 11, а последних было 5. Открываем. Видим, что у нас, так как это было сообщение от системы, то нам нужны, скорее всего, системные записи. Не там в журнале, не приложения там какие-то, а, скорее всего, системные. И мы вот видим, что... Ну, не от приложений, а от системы. Вот открываем от системы и видим, что в системе обнаружен конфликт IP-адреса. Ну, вот оно как раз пишет. Обнаружен конфликт IP-адресов. То есть, это она. И вот оно пишет, что обнаружен конфликт IP-адреса с системой, имеющей адрес сетевого устройства. В результате могут быть нарушены сетевые операции. И таким вот образом можно узнать более подробнее об ошибке. Здесь оно просто пишет, что у вас ошибка IP-адреса. А здесь пишет прямо подробный IP-адрес и подробное устройство. Я знаю, что это за устройство. Это моя IP-камера, которую я подключил. Она, видимо, имеет такой же адрес, как у меня задан системе. Я просто перезагрузил, отключил кабель от компьютера, включил снова и все заработало. Ну, просто, когда я подключил камеру, у меня камера заработала, но в системе интернет пропал. Я выдернул, вставил кабель. У меня появилась такая ошибка. Но, тем не менее, интернет заработал и на IP-камере, и на компьютере. А здесь мы вот подробнее можем видеть, что вот более подробное описание. Таким вот образом вы можете в системном журнале посмотреть вообще любые ошибки. Вот вы просто нажимаете просмотр событий и видите здесь ошибки, предупреждения, сведения, вообще все. Критические. Ну, у меня пока что критических ни одной нету. Но, в целом, все можно посмотреть. Есть. Помимо того, что вот просмотр событий общий, можно журнала Windows посмотреть на, например, системные. У меня вот постоянно, постоянно здесь что-то пишет. События аж 54 тысячи. Можно очистить. Я, наверное, очищу, потому что засоряется и много чего здесь записи. И потом, если что-то нужно будет, какую-то запись найти за какой-то день, тяжело будет найти. С другой стороны, то, что здесь все пишется, можно прям более узнать подробнее. Чем больше записей, тем больше, соответственно, ты узнаешь, что там когда у тебя было. Вот можно видеть, что у меня аж записи были аж с 2014 года. То есть, как я и говорил, у меня система 7 лет стоит. Вот файл был создан, здесь изменен, написано, когда он был изменен. В 2014 году. То есть, создан еще раньше. Ну, где-то в 2014. А сейчас же 2021 год. То есть, примерно уже 7 лет моей системе, как я и говорил раньше. В других своих видео и трансляциях, что да, моя система уже 7 лет существует. А это долгий-долгий срок. У некоторых системы за год там уже все перестает работать, там все глючит. У меня спустя 7 лет. И я вот думаю, что надо, пора бы переустановить ее. Потому что реально уже за 7 лет она немножко подустала работать, много чего здесь накопилось. Тех же даже журналов. Вон сколько. Все 4000 записей системных. Поэтому нужно очистить. Ну и в целом скоро переустанавливаться. Хотя я отошел от темы. Таким вот образом, в принципе, можно найти системный журнал через пуск, панель управления, администрирования. И здесь вот просмотр событий. Здесь все ваши журналы. Ну, либо вот можно отдельно по каким-то журналам пройти. Она, в принципе, просмотр событий, когда открываешь его, она где-то вот здесь вот находит. Просто здесь оно все с целым списком, и тяжело найти. А через просмотр событий здесь все более так упорядочено, и можно более конкретнее найти запись. Вот. Хотя здесь за 7 дней только. А в системных журналах здесь можно вообще пролистать. И у меня максимум, это вот начало 21-го года только. Ну, уже не 7 дней, а уже в месяцах идет отсчет. И вот здесь можно более... Ну, здесь без сортировки здесь все нужно само выискивать. Вот. Ну, а на этом все. Всем пока-то вам. Субтитры сделал DimaTorzok